Водители, получившие права еще в советское время, недовольны качеством подготовки водителей, получающих права сейчас. Именно поэтому ГИБДД меняет правила приема экзаменов. Одно из кардинальных изменений это то, что площадки больше не будет. Все нужно будет сдавать прямо в городе. Однако, вероятно, исчезнуты такие бесполезные испытания, как въезд в свой собственный гараж за определенное время. Проект постановления МВД об изменениях уже передан на рассмотрение в правительство. Документ прошел все стадии согласования и будет подписан в ближайшее время. По словам сотрудников автошкол, теперь сдающих с первого раза станет меньше. Если сегодня, например, экзамен проходит по определенным, четко утвержденным экзаменационным маршрутам, то с 1 октября такого не будет. Просто будет определенный круг, перечень улиц и дорог, на которых будут происходить экзамены. То есть сразу скажу, что экзамен ждать будет намного сложнее, чем сейчас. В проекте постановления уточняется и минимальный возраст обучаемых. Так, для категорий Б и С это 16 лет, а в случае с водителями категорий Д, ТМ, ТБ, автобусы, трамваи, троллейбусы 20 лет. Кроме того, инструкторы смогут обучать воспитанников автошкол на автомагистралях. Запрет на это снят. Есть документы и послабления для учащихся. Например, кандидаты в водители смогут по упрощенной форме оспаривать результаты экзаменов. В суд теперь идти не придется. Нужно будет взять видеозапись экзамена и показать ее инспектору, который примет окончательное решение. Мы надеемся, что все-таки качество подготовки водителя надо улучшать, и оно должно быть выше. Иначе не получится сдачи. Что мы еще ждем изменения? Ну, мы ждем, конечно, приказы МВД, в котором более вся конкретика там прозвучит. Мы ждем, наконец-то, может быть, будут внесены изменения в существующие программы. Сегодняшняя программа подготовки водителя от категории «Б», ну, мягко выражаясь, ничего там такого нет, чтобы качественно подготовить водителя. Меняются и сроки пересдачи. Пересдавать теоретический экзамен можно будет не позднее, чем через 30 суток. Для практики этот лимит увеличен до 60 суток. Минимальный срок проведения повторных экзаменов остался без изменений – 7 суток. В случае неудачных трех попыток следующий повторный экзамен, как и сейчас, можно попытаться сдать снова, не ранее, чем через 30 дней. Автолюбители считают, что главное – это психологическая готовность к управлению машиной. Очень часто бывают и пожилые, то есть долго как-то выполняют маневры, еще что-то. А бывают молодые, которые гоняют лихо и, в принципе, подвергают опасности других водителей. Ну, вообще, я считаю, что все зависит от самого человека. Время вождения стариков, ну, пожилых людей, которые сейчас, в принципе, намного опыта больше, можно сказать. А у молодежи агрессивная езда. На самом деле, как бы, ну, если решать этот вопрос на корню, то надо, как-то, я не знаю, может быть, какие-то полосы выделить особо для пожилых людей или какие-то наклейки, обозначения придумывать для них. Ну, я считаю, что площадка нужна, потому что на ней тоже молодые водители получают хороший опыт. Ну, а кто мешает на дороге – это вопрос спорный. Если водитель знает правила движения, то он не мешает. А тот, кто не знает, ну, нужно подучиться. Статистику, кто чаще всего попадает в ДТП, молодежь или опытные водители ГИБДД не ведет. Однако ведут страховые компании. Данные таковы. Водители 30-40 лет попадают в аварии чаще людей других возрастных категорий. Второе место по аварийности занимает возрастная категория 40-50 лет. Замыкают же первую пятерку молодые автовладельцы возрастом от 21 до 25 лет. Цифры говорят сами за себя. Молодые и неопытные водители более аккуратны на дорогах. А вот лихачить начинают уже спустя три года стажа. Изменят ли в итоге новые правила сдачи на права ситуацию с ДТП – покажет время. Павел Половов, Руслан Баталов, Юрий Конихин, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ. Новости Улправды ТВ